Всем привет! Я продолжаю свой отчёт про мой путь в мир большого современного искусства. И прошло уже очень много времени с прошлого видео, где-то месяца три. Я, видите, становлюсь больше похож на художника. Я обрастаю. В общем. Но я не так много сделал, надо сказать, за это время, потому что очень много всего происходит. И в мире искусства в целом, и вообще в жизни. Поэтому медленно, наверное, идём туда. Ну что я сделал за эти три месяца? Я написал картину одну большую. Я думаю, что это такая, можно сказать, проба пера. Я решил... На чём мы остановились в прошлый раз, что мне нужно сделать серию про бурлеск большую с 12 там холстов. Вот. И я пока не заказал холсты, ничего. Только там эскизы немножечко набросал, чуть-чуть по фотке всякие подбирал, потусовался с артистами за кулисами в гримерках. Вот. Что-то там поснимал, пофоткал. Такая подготовительная работа, можно сказать. А ещё я как-то выносил мусор и нашёл у мусорки стоящие холсты. Вообще не знаю, может, это не надо говорить про это. Короче, я нашёл холсты. И такой, о, холсты, надо взять. Надо взять и написать на них картины. Я их притащил домой, купил грунт, загрунтовал. И они стояли у меня какое-то время. И потом у меня было вечером хорошее настроение. Я такой думаю, а чего бы мне не начать что-нибудь писать? Чисто попробовать. Я хотел попробовать новую технику. Хотел пописать очень ярким акрилом сначала. Таким почти флоресцентным. Вот. Купил себе акриловых красок. А потом сверху уже масло написать картину. Тоже. Ну, чтобы яркость прибавилась этому всему дополнительная. Вот. Ну, и просто взял, зафигачил всё розовым, таким розово-красным акрилом очень ярким. И стал рисовать, писать. И взял просто фотку, которая мне нравилась, Катерина Сахара, моей девушке. И стал писать её. И просто я какой-то рисунок сделал. У меня он сначала не получился, я холст перевернул. И потом ещё набросал, ну, карандашом сначала, или углём, не помню, чём. Потом уже ещё красочками сверху. В общем, я просто стал фигачить. И нафигачил сначала акрилом, потом у меня какие-то были перерывы, и красок не хватало. Приходилось ездить в магазин, докупать там какие-то краски. Но в целом я за три приёма по два часа написал холст 120 на 60. Он размером, по-моему. Написал довольно большой холст. И ещё меня что с... и получилось прикольно. Мне понравилось. Получилось очень ярко. Это, наверное, самая яркая моя картина из всех. Получилось ярко, сочно, довольно живописно. Я использовал почти открытые все краски, что вообще делать так нельзя. Я даже придумал, пока писал термин «антиживопись» в плане того, что это как бы во всех учебных заведениях и всём таком запрещено пользоваться открытыми красками. Запрещено делать всё, что я делал, смешать акрилы, масла. И, в общем, я, по-моему, нарушил все правила академической живописи, которую... И жизни тоже. Которую только можно нарушить. И мне очень понравился, честно говоря, результат, как получился. Причём где-то пописал, где-то оставил незаписанным. Ещё я хотел сверху пройтись мелками восковыми, пастельными, чтобы ещё как бы придать какие-то там ещё чёрточек линий. Но так как это всё очень медленно сохло, я не успел. А, у меня был дедлайн. Что меня ещё смотивировало закончить эту работу в три сеанса, то, что у меня был конкретный дедлайн. Это русский, Russian Burlesque Festival, русский фестиваль Burlesque в ресторане YAR проходил. И мы придумали с организаторами, что я там выставлю эту картину. Типа премьера, картины на фестивале, картина про Burlesque. Я заказал раму и красивую золотую, и выставил эту работу. И я выставил её на продажу. Я думал, мало ли кто купит. Цену я написал 150 тысяч. Вроде как кажется довольно много на русские деньги, но в целом это 2000 долларов. Это вообще на самом деле для картины почти ничего не стоит. Рама там дорогая и всё такое. Поэтому думаю, что цена прям отличненькая для этой картины. Но у меня её никто не купил. У меня, правда, сказали, а мог бы я нарисовать похожую картину на заданную тему. За такие же деньги я сказал, конечно, могу. Вот. И, возможно, вот будет заказик такой. Что меня порадовало, потому что я люблю в целом маслом писать. И это меня смотивирует как-то дополнительно. Вот. Так что картину я вернул домой. Она теперь у меня стоит. Если что, если хотите, можете купить до сих пор. Наверное, не знаю. Смотря, когда вы это смотрите. Вот. Хотя продавать её жалко. Она супер украшение дома моего. И, в общем, я на неё любуюсь каждый день. Вот. Сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Но, тем не менее, искренне радуюсь. Это такая проба пера. Это не из серии про бурлеск. Это чисто попробовать какие-то... Это даже не попробовать технику. Потому что в технике я немножко другой хочу писать. Другие форматы использовать. Другую немножко концепцию. Но это больше что-то такое просто, так сказать, меня немножко раскачать в плане творческом. Хотя я довольно давно её уже написал. И надо опять меня раскачивать. Скоро будет. Вот. Но, надеюсь, такой вот мини-отчёт получился по поводу своей работы. И сейчас я уже в следующем видео, я решил сделать два видео отдельных, я расскажу про маленький поворот, который случился внезапно совершенно в моей жизни и в искусстве в целом в мире. Это NFT искусство, картины, арт, крипто-арт. Это очень-очень интересная штука. И я туда, как только узнал про это, нырнул с головой. И это очень связано с современным искусством как раз. Поэтому, в принципе, может быть, мой путь в современное искусство меня внезапно туда выведет. И даже, может быть, это будут и не картины. Хотя я бы хотел написать картины, всё-таки вообще в целом писать картины. В общем, я думаю, что в идеале и картины писать, и NFT делать, и просто какие-то штуки, и наброски. А, ещё вспомнил, наброски. Мы провели первую бурлеск-вечеринку с набросками. То есть, мы совместили мастера Дмилы и Рокки Зомби с Haunted Cat House. У неё пинап-агентство и бурлеск они проводят. Мы совместили... У нас возникла идея, что можно как-то сделать бурлеск-вечеринку и совместить её с набросочной, типа, вечеринкой. Потому что в Америке очень много таких вечеринок, типа, где собираются художники и рисуют все модели. Какие-то модели иногда раздеты, иногда одеты, иногда в какие-нибудь костюмы прикольные одеты. Вот. Мы подумали, почему бы мне сделать такое мероприятие, где бурлеск-вечеринка выступает, а потом позирует немножко. Выступают и позируют. И так какое-то время. И провели мы это днём, в это воскресенье. И было очень прикольно, очень классно. Было не очень много художников, потому что это, опять же, была проба. Финфера очередная. И мы мало где рекламировали это, это просто, типа, сделали чуть ли не для своих. Вот. Но надеюсь, что мы будем проводить это в дальнейшем. Это будет более такое масштабное мероприятие, более осмысленное и крутое. Вот. Мне очень понравился и формат, и наброски, которые получились. Вот. Я тоже выложу и расскажу вам про это. То есть покажу вот в видео. Как это примерно было. Хочу сделать маленький, типа, рекламный ролик. Бурлеск набросков. Вот. Так что, если вы художник, если вы в Москве, то приходите. Будем ещё устраивать. Следите за новостями. Скоро будет что-нибудь такое тоже. Спасибо большое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.